Двойной открытый перелом После обследования состояние пациента оценивается как средней тяжести Эту крышу поднял, сложил и вот на второе здание, на тот конец вообще сбросило От напористого ветра сорвало кровлю здание на улице Родины На глазах казанцев 100 квадратных метров профнастила, как осенние листья Разлетелись по округе и повредили три автомобиля Как говорят жители, в ЧП виновата не только погода Делали в прошлом году весной или летом где-то так Вот, видите, никакого крепежа не было Накануне МЧС республики предупреждал татарстанцев о порывистом ветре Сегодня рассказали о последствиях разгола стихии В результате воздействия юго-западного ветра порывами до 23-28 метров в секунду Поступила информация о 43 случаях падения деревьев в Казани, набережных Челнах, Зеленодольском, Мамадышском, Заинском, Лаишевском, Бугуминском, Верхнеуслонском и Воскогорском районах На этих кадрах видно, как ураганный ветер сорвал кровлю с Казанского аквапарка в Вахитовском районе Повредил четыре автомобиля Вот так он испытывал на прочность лодочную станцию в Зеленодольске Словно во время шторма лодки буквально вставали на дыбы В Сокурах ветер повалил светофор В Кукморском районе пострадали две школы В Камско-Устинском районе ДК А в Нурлате ветер унес крышу спорткомплекса Непогода бушевала и в Челнах Очевидцы сняли машины, разбитые упавшими от ветра деревьями Только деревья, по данным МЧС, на кануле было повалено 43 Повреждено 13 машин не только в Казани, но и во всей республике Самые частые разрушения – срыв кровли В Казани пострадала 174-я гимназия Вчера в связи с сильным ветром у гимназии номер 174 сорвало небольшую часть парапета на кровле При падении никто не пострадал На учебный процесс данная ситуация не повлияла На данный момент ведутся работы по устранению произошедшего Управлением образования Казани ведется мониторинг подобных ситуаций в связи с погодными условиями Не устояла под силой стихии и крыша Национального музея республики Само здание осталось нетронутым, но по данным МЧС была повреждена кровля на площади в 60 квадратных метров Однако оценить масштабы ущерба на историческом здании с почти 140-летней историей журналистам не удалось По какой-то причине руководство музея не предоставило возможности съемки и отказало в комментариях Сегодня сила ветра спала, на смену шторма идет облачная и дождливая погода Вплоть до воскресенья татарстанцев ждет мокрый снег Намин Шайдум, Данил Кулатов, ТНВ, Казань